День с толком День с толком С сегодняшнего дня государственные учреждения культуры Алтайского края закрылись на карантин. В театрах отменили показ спектаклей. Кинотеатр премьера приостановил сеансы. Краевые библиотеки и музеи также перестали принимать посетителей. Рекомендации закрыться на карантин дали и муниципальным органам управления культуры и частным кинотеатрам, но пока они продолжают работать. Карантин до 9 апреля, но его могут продлить. Добавим также, что с сегодняшнего дня на удаленный режим работы перешла мэрия краевой столицы. Горожане смогут направлять свои обращения исключительно в письменной форме, либо через интернет-приемную на официальном сайте Барнаула. Землякам, больным туберкулезом, стоит с особым вниманием отнестись к своему здоровью. Медики пока не могут оценить риск в случае наложения инфекции и коронавируса. Сегодня врачи провели специальную конференцию. Они сообщили, что перед всеми странами стоит задача ликвидировать туберкулез как инфекционное заболевание к 2030 году. Но при этом большое значение имеет не только состояние медицины, но и сознательный, ответственный подход населения. Так взрослые больные часто забывают о том, что флюорографию нужно проходить ежегодно. Они же не дают врачам проводить иммунодиагностику детям. Эта процедура, она не приносит вред ребенку. Многие родители начинают говорить, что мы не хотим вводить диаскинг-тест, мы не хотим вводить туберкулез, потому как это чужеродный белок и неизвестно, что будет. Это иммунологическая проба. И поэтому бояться ее не надо. Недолеченная или вовремя не выявленная инфекция обязательно даст о себе знать в будущем, предостерегают врачи. В 2020 году алтайские медики планируют повысить эффективность лечения больных с лекарственно устойчивым и чувствительным туберкулезом, а также развить стационар, замещающий технологии, то есть проходить лечение на дому. Около двух десятков жителей Алтайского края до сих пор находятся за рубежом, в том числе в странах, где есть инфицированные коронавирусом. Заразились ли они опасной болезнью, покажут только лабораторные исследования. Но почему их потенциально можно отнести к разносчикам вируса и каково нашим землякам на чужбине, расскажет Илья Кочетков. Вьетнам – одна из популярнейших у россиян стран для отдыха, а также работы по удаленке. Теперь, когда страна оказалась закрыта на въезд, многие оказались перед дилеммой. Туристы в расселенности и не знают, как поступить лучше – остаться здесь и переждать, или возвращаться домой. Некоторые местные закрывают магазины. Ношение масок на улицах и при посадке в самолет обязательно. Паника – это самое страшное. В течение этой недели полностью закроют Израиль, а все его города переведут на строгий карантин. Как рассказали нам там живущие, это не только ударило по тур-отрасли страны, но и, к примеру, многих россиян лишило работы. Я знаю многих наших земляков из Новосибирска, Кемерово, Барнеула, которые приехали в Израиль на заработки и из-за кризиса были вынуждены улететь обратно. Сами израильтяне строгие меры поддерживают. Считают, что только таким образом удается избежать самого страшного. Если бы не эти жесткие меры, то нас ожидало бы то же самое, что и итальянцев. Тем более, что по ряду факторов мы на них очень похожи и климатом, и возрастным составом населения, да и национальным поведением тоже. Все эти близкие дистанции между людьми, поцелуи и объятия по поводу и без. Остров Пхукет. Мекка российских туристов буквально опустела. Наши коллеги, журналисты Валентина Аскерова и Елена Кузовкина, улетевшие в Таиланд еще до его закрытия, делятся впечатлениями. Улицы пусты, не видно не только туристов, но и местных жителей. Еще вчера эти уличные тренажеры были открыты, а сейчас закрыты все детские площадки на пляже. В отель не пускают, пока не обработаешь руки, специальным гелем, и пока тебе не измерят температуру. Высокая? 37. Нагрелась. Мне предложили отдохнуть под кондиционером. А сейчас можете показать? 36,6 не опасно, и тем не менее по прибытии наших коллег ждет очередное экспресс-обследование и двухнедельный карантин. В Кемерово, в отличие от Барнаула, прибывших прямо из аэропорта развозят по домам на спецтранспорте. У нас же абсурд ситуации. До дома добираются либо на такси, либо на автобусе, потенциально подвергая тем самым риску людей, с которыми контактируют по пути. Илья Кочетков, День с толком. Алтайские туристы смогут избежать потерь за уже оплаченный отдых. Им предлагают перебронировать туры на более поздние сроки. Для людей, что оплатили билеты и путевки, но не могут выехать за рубеж, нашли альтернативный вариант. Туроператоры готовы заключить с клиентами доп. соглашения и перенести сумму тура на специальный депозит. Воспользоваться деньгами можно будет только после открытия государственных границ. Таким предложением могут воспользоваться все, кто планировал отдых за границей в ближайшие месяцы и уже оплатил туры. Те путевки, которые были куплены на этот период, люди смогут воспользоваться деньгами только на покупку последующих путевок после того, как нормализуется. Как вот оплачена была путевка по тому курсу, в эквиваленте в евро вам или доллару. Сохранение курса валют, который был на момент покупки, одно из обязательных условий, поясняют туроператоры. А значит, воспользоваться предложением сейчас наиболее выгодно. Снять деньги с депозита и вложить их в путешествие люди смогут до конца 2021 года. При этом можно будет сменить направление отдыха, поехать в другую страну. Если же клиенты не хотят заключать доп. соглашения, они могут написать заявку на возврат денег. Но, как пояснил Роман Чучев, пока их не перечисляют владельцам. Возникла очередь. Сколько придется ожидать перевода, неизвестно. Если же в Москве приравняют отмены туров к форс-мажорным обстоятельствам, рассуждает Чучев, компании вообще смогут списать свои долги. Так что депозит сейчас, по его мнению, выглядит наиболее надежным способом не потерять деньги. С 1 июля в Алтайском крае начнут выплачивать дополнительную материальную помощь семьям с детьми возрасте от 3 до 7 лет. При этом, если в семье несколько детей, деньги дадут на каждого. Правда, получить их смогут не все, а только малоимущие. Данная выплата у нас полагается семьям, либо гражданам, чей средний душевой доход ниже одного прожиточного минимума душу населения в каждом субъекте за второй квартал предшествующего года. То есть у нас такой критерий 10 203 рубля. То есть, например, мама, папа и ребенок, если у них на каждого доход меньше, чем 10 203 рубля, а ребенку от 3 до 7 лет, то они будут иметь право на получение данной ежемесячной денежной выплаты. Материальная помощь составит половину прожиточного минимума. В нашем регионе это 5 101 рубль. 1 апреля правительство России подготовит основные требования, то есть определит перечень необходимых документов, которые нужны для получения выплаты. Справки можно будет предоставить как в органы соцзащиты, так и в МФЦ и на сайте госуслуг. Несмотря на то, что деньги начнут давать в июле, выплаты начисляются с января текущего года. А это значит, что первая сумма будет выдана сразу за 6 месяцев. Предполагается, что с начала 2021 года размер выплаты будет равен прожиточному минимуму и составит порядка 11 тысяч рублей. В настоящее время в регионе на такую поддержку могут рассчитывать 88 тысяч человек. Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи стала победителем 2019 года в одной из номинаций федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». От Алтайского края участвовали 6 организаций. Помимо первого места в копилке нашего региона есть и второе. Его заняло фермерское хозяйство Устиного из Косихинского района. Итоги конкурса подвели на днях. А между тем в крае уже готовятся к проведению региональных конкурсов «Лучший по профессии». В этом году там будет 6 номинаций. И это наиболее востребованные профессии в нашем регионе. К примеру, лучший повар, лучшая швея, лучший разработчик веб и мультимедийных приложений. Увеличено денежное вознаграждение в этом году. За первое место 70 тысяч, за второе 60 тысяч и за третье место 50 тысяч рублей. То есть на 20 тысяч у нас увеличено по решению губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко денежное вознаграждение. Увеличено и вознаграждение в конкурсе «Лучший шеф-наставник». Шестеро лучших получат по 50 тысяч рублей. Причем теперь в конкурсе участвуют не только представители реального сектора экономики, но и бюджетных организаций. Даты проведения конкурсных испытаний определены. Коррективы могут быть внесены лишь из-за коронавируса. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok